Сегодня в выпуске. Смена локации, неработающая почта и стоп-листы. Общественные слушания по бюджету Уфы обернулись скандалом. Черные кредиторы и финансовые пирамиды. В Башкирии Центробанк выявил 50 нелегальных организаций. И Лейсан Утяшева раскритиковал родивших и запустивших себя уфимок. Новейшая история общественных слушаний в Уфе началась 30 сентября 2019 года. Тогда жители города обсуждали реконструкцию и благоустройство парка Кашкадан. Но главной темой тогда стало строительство дельфинария. Московский инвестор готов вложить 700 миллионов рублей в дельфинарий, зоны аквариумов и ботанический сад с тропическими растениями. Уфимцы выступили против. На тот момент на сайте Change.org петицию против объекта подписали больше 50 тысяч человек. На общественных слушаниях стороны не нашли общего языка. Второй раунд слушаний состоялся через месяц. Тогда дельфинарий превратился в научный экоцентрабилитации. Большинство уфимцев было уверено, что это всего лишь прикрытие для строительства дельфинария. В тот день возникло множество вопросов к организации слушаний. На входе у многих желающих возникли неожиданные проблемы с регистрацией. А некоторые и вовсе не знали, что будут обсуждать на слушаниях. Тогда на выступление записалось 90 человек. Слово предоставили всем, но выступающим мешали глушилки. Их расставили в разных концах зала. Но даже они не помешали уфимцам высказать свою позицию. Животное не может здесь жить. Этот дельфин, он здесь не приспособлен. И когда нам говорят про актеологию на среднеуральской возвышенности, вы знаете, просто не хочется смеяться, хочется плакать, когда это слышишь. Поэтому это позорно, безосновательно. И это грубо. Новый вехой в развитии этой истории стали общественные слушания по городскому бюджету на 2020 год, которые прошли в администрацию Уфы 5 декабря. На этот раз там основательно подготовились. Чтобы попасть внутрь, необходимо было преодолеть несколько постов охраны. Изначально слушания должны были состояться в городском дворце культуры. Но за несколько часов до их начала место проведения было изменено. Бюджет решили обсудить в мэрии Уфы. Для журналистов гостеприимно подготовили ложу прессы в столовой. Наблюдать за действием предложили по телевизору, закусывая кокосовым печеньем, не пуская в сам зал. При этом странности начались еще до самих слушаний. Те, кто хотел выступить на них, отправили на почту горсовета заявку. Но в ответ получили сообщение от бота. Почта переполнена. Поэтому попасть внутрь здания смогли далеко не все. Начались слушания зачитывания многостраничного доклада. Несмотря на регламент в 20 минут, первый доклад растянулся на все 34. А право голоса получили лишь 17 граждан. Очень много записалось, но выступать смогли только 17 человек. Лично у меня сложилось ощущение, что и меня бы не пустили, если бы я вчера в СМИ не озвучил тему, что есть сложности как бы с регистрацией. Поэтому я обращаюсь. Уважаемые депутаты, вы же не чиновники, вас же люди выбрали. Не нужно относиться к горожанам, как к неразумным детям. Не нужно заградительных барьеров. Нужен открытый и честный диалог. Большинство выступающих высказались в поддержку бюджета. Но нашлись и те, кто в открытую выразил свое недовольство. Я хочу обратить внимание, что в бюджете на будущий год у нас ни одной копейки не заложено на сохранение, консервацию или реставрацию каких-либо объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. Благодаря тому, что у нас денежные средства никогда в бюджете за все годы не закладывались. У нас бомжи во всех объектах культурного наследия. Во-вторых, у нас просто уничтожается сама культура. У нас только на дружинников в бюджете заложено в 30 раз больше денег, чем на поддержку малого и среднего бизнеса. То, что бюджет сверстан в размере 29 миллиардов рублей и на ближайшие годы запланирован без дефицита и профицита, это, несомненно, хорошо. Но вот единственное, что этот бюджет совершенно не является бюджетом развития. Без внимания не остался и вопрос городского электротранспорта. Работники Муэта в своих докладах сообщили, что износ всего состава составляет 98 процентов и отметили, что трамваи и троллейбусы являются не только частью города, но и имеют все шансы стать его отличительной чертой. В прошлом году я также стояла за этой трибуной и от имени всех водителей трамвая и троллейбусов просила предусмотреть в бюджете города на 19-й год средства на обновление подвижного состава на развитие городского электротранспорта в нашем городе. Средств предусмотрено не было. Нас не услышали. Общественные слушания вызвали вопросы не только у журналистов и тех, кого не пустили в здание мэрии, но и у людей, которые все-таки получили право голоса. Хочу отбить все попытки сказать, что в зале не было больше мест, но большая часть мест в зале была занята сотрудниками этого здания. Поэтому говорить о том, что нельзя было пустить людей с улицы, это неправда. Я надеялся на то, что депутаты у нас поведут себя немножко по-другому, чем чиновники. Скоро как игольное ушко, как бы кто сможет пройти, да? Общественные слушания для уфимцев должны были стать площадкой, на которой они могли выразить свое мнение, не опасаясь санкций. По их завершению организаторы поблагодарили выступающих и пообещали рассмотреть их замечания. Отразятся ли они в итоговой версии? Узнаем позже. Егор Полторыхин, Андрей Шарыгин, городской телеканал ЮТВ. Мы захлебываемся в дерьме. Пожалуйста, примите меры. Жители Иглино задыхаются и тонут в нечистотах. Выгребные ямы по всему селу переполнены. Вот у нас что творится. Дышать невозможно. Дома тоже такая же история. Я асматик. Прям не могу. 46 лет живу. Живу здесь, в этом доме. В Иглино нет центральной канализации. Жидкие отходы со всего села прежде свозили на местную свалку. В ноябре этого года обнаружилось, что свалка незаконна. Она расположена слишком близко к системе водоснабжения и не оснащена никакими средствами очистки. Администрации района пришлось закрыть свалку. Однако это породило цепочку новых проблем. Управляющая компания объявила себя банкротом. По крайней мере сказала, что прекратила рабочую деятельность свою, трудовую. И вывозить у иглинцев стало отходы некуда. То есть они начали обращаться к частным перевозчикам. Перевозчики вынуждены доставлять нечистоты в Уфу, где находится ближайший приемный пункт жидких бытовых отходов. Из-за этого стоимость услуг ассенизаторов выросла в несколько раз и для многих жителей стала неподъемной. На прошедшей встрече с администрацией района иглинцы не скрывали своих чувств. Я вот с этих 1380 должна заплатиться по бойку, должна заплатиться по оплату. А на что мне кушать? Тогда я на что буду кушать? А у меня еще семья. Кто-нибудь готов два раза в неделю по 1000 рублей на машину от качества давать спортивную память. У вас есть такие деньги? Есть. Ситуация привлекла внимание республиканских властей. В Курултае состоялось заседание экспертного совета по экологии и природопользованию. На заседании заместитель главы района признался, справиться с проблемой самостоятельно администрация не может. Есть калькуляция вывоза ЖБО. И заставить подрядчиков, муниципальных, либо подрядчиков частных, возить это по тем же ценам, как было, экономика им не позволит. Загонять их в минуса, но они не будут просто работать. То есть район с этой проблемой, воборот, сходят. Но механизмов, как таковых, вот на сегодняшний момент, ну, я определенно не вижу. Строительство собственных очистных сооружений в Иглинском районе сейчас только на стадии проектирования. Первую очередь планируется сдать только в июле следующего года, но и она не покроет потребности всех жителей села. Есть быстрое решение – коммерческие модульные установки по переработке отходов. На выходе получаются удобрения и обеззараженная вода, пригодная для поливов. Они стоят порядка двух с половиной миллионов рублей. Эти установки могут перерабатывать до 60 кубов в сутки, и это может решить проблему иглинцев в ближайшее время. То есть за полтора-два месяца. Но для этого нужно, чтобы администрации и предприниматели договорились между собой. В ближайшее время состоится встреча представителей администрации Иглинского района и бизнесменов, готовых инвестировать в этот проект. Однако скорого решения проблемы жителям села ждать не стоит. Жителям Иглино первое. Надо, значит, следить за ситуацией. Не соглашаться на то, чтобы сливать отходы на прежнее место, то есть на свалку, потому что они пьют ту воду потом, куда вот это вот все льется. Ходить им надо на собрании, создавать свои ТСЖ и брать на себя ответственность. Не бояться, не думать, что кто-то за них что-то решит, проявлять инициативу тоже. Артем Валитов, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. За одной безобидной вывеской может скрываться мошенническая схема, которая может лишить денег тысячи людей. Как не попасть на уловки недобросовестных организаций, рассказали в Уфе представители Нацбанка Башкирии и правоохранительных органов. Очень важно предупреждать, выявлять вовремя на местах и активно противодействовать таким нелегальным участникам рынка. Пирамидам, незаконным кредиторам или же незаконным каким-то структурам, страховым брокерам или же форекс-дилерам. В Башкирии Центробанк выявил 50 нелегальных организаций, которые действовали на финансовом рынке республики. Большинство из них так называемые черные кредиторы. Это физические и юридические лица, предоставлявшие займы не имея на то права. Также незаконная деятельность организации, которые под видом ломбардов выдают кредиты под залог имущества. На вывесках они часто пишут, что работают круглосуточно. Ломбардам по закону деятельность после 20.00 она запрещена. То есть есть предмет для размышлений на эту тему. С начала года в Башкирии обнаружено 11 финансовых пирамид. Они действовали под видом потребительских кооперативов и общества с ограниченной ответственностью. Одна из них, Инветсоцвклад, рухнула весной этого года. Под обломками ее остались более 4 тысяч наших граждан и сумма похищенных средств превысила 2 миллиарда рублей. Жители республики лишались своих денег и через псевдо-форекс-дилеров. Такие организации предлагали получить прибыль за счет игры на разницы курсов валют. На самом же деле они не имели отношения к форекс-рынку. Однако доверчивый клиент этого не знал и переводил свои деньги на специальный счет. Затем путем нехитрых манипуляций со ссылками на плохую погоду на рынке этот счет у него обнулялся. Все денежные средства, которые он перечислял в эту историю, они жили своей собственной жизнью. Он их либо перечислял менеджеру на его карту, либо перечислял в лучшем случае куда-то за границей на какой-то счет. Еще одна мошенническая схема – обналичивание маткапитала. Семьи, имеющие такой сертификат, через черных кредиторов покупают участки с заброшенными домами и хотят получить деньги обратно. То есть туда трудно летом даже дойти до этих участков, да? Там нет ни дороги, ни газа, ни света, нет ничего. А маткапитал туда ушел. Агрессивная рекламная кампания, слишком выгодные процентные ставки и финансовая неграмотность людей в совокупности приводят к потере сбережения, отмечают эксперты. Поэтому перед тем, как влезть в денежную авантюру, нужно обязательно проверить организацию, которой доверяете свои средства. Достаточно зайти на сайт Банка России, cbr.ru, и вы можете найти ресурс «Проверь финансовую организацию», где, забивая либо наименование, либо другие реквизиты финансовой организации, вы можете проверить, вообще есть ли такая организация на финансовом рынке. Если же на сайте этой финансовой организации нет, есть основания сомневаться в ее деятельности. Кроме того, нужно сообщить об этом в Центробанк или правоохранительные органы. Рустам Нурешев, Александр Кузнецов, Городской телеканал ЮТВ Перед вами стоит девочка. Возможно, ваша дочь. Возможно, ваша сестра. Возможно, ваша мама. Возможно, ваша подруга. Перед вами стоит женщина, которая родилась в поселке Раевский. Башкирия богата талантами. Некоторые из них даже становятся кумирами и примерами для подражания миллионов россиян. Заслуженный мастер спорта, телеведущая и актриса Лейса Анутяшева встретилась с жителями Уфы. Все они пришли на ее авторский мастер-класс «Мотивация». Развиваем новый бизнес и мотивация не помешает лишней. Тем более у меня сейчас ребенок и надо как-то совмещать все это. Очень крутая женщина. У нее классная женская энергетика. Она успешна во всех сферах, поэтому хочу узнать секрет. Она наша землячка в первую очередь. И мы пришли поддержать. За этим мы сюда и пришли, чтобы она поделилась своим успехом, своим жизненным опытом и дала какие-нибудь кейсы для дальнейшей жизни нашей. Ну, я больше акцентируюсь на карьере, конечно. Поэтому это еще одна причина, почему интересно ее послушать. Мотивация у нас есть, но хочется знать, как ее правильно ставить и не терять фокус. Вот. Я уверена, что Лися Анутяшева нас этому научит. Всем пофиг на вас. Всем. Всем. Это правда жизни. Вы берете себя в руки, встаете и делаете. Вот правда жизни. Волшебной таблетки нет. А в ней очень хочется верить. Правда? И этой таблетки ждут все, но это будет неинтересно. Тогда вы будете понимать, как это. Вы не будете находиться в состоянии зависимости от кого-то. В зависимости от врача, в зависимости от гадалки, в зависимости от чего-то еще. Вы будете сами своей волшебной таблеткой. Вот что нужно знать. У Тяшева поделилась историей своей жизни с самого начала. Взлеты и падения в большом спорте, потеря матери и поддержка мужа. Но главный акцент выступления был сделан на внимании к своему здоровью и важности крепкого сна. Поймите одно, что вы свое тело не поменяете, как платье в магазине или как костюм. У вас не будет второго шанса прожить свою жизнь. Мы не пишем жизнь на черновиках. Надо об этом помнить. И здоровье – это самое главное. Во-первых, это мелатонин. Это очень важно. Потом рука у вас не поднимется съесть какую-то чушь из холодильника. Это очень важно. И вы похудеете. Потому что если девушки и мужчины зафиксируют это в себе, ложатся спать 23.00, то вы заметите, как вес плавно и плавно пойдет вниз. Кило за ночь. Просто проверьте. Спортсменка раскритиковала родивших и запустивших себя женщин. Обещав вернуться в следующем году, телеведущая дала Уфимкам необычный совет. Я желаю всем Уфимкам не на меня смотреть, а на себя смотреть. И собой заниматься. И, как обычно я это говорю, не искать виноватых и козлов отпущения. Понимаете? А заниматься собой и саморазвитием. Вот что я бы советую. Эльнара Хасанова, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ. Первостепенная задача социального предпринимательства – выполнение определенной миссии, которая так или иначе полезна обществу. Но не каждый готов возложить на себя эту миссию. А те, кто берется, вызывают глубокое уважение. Мой проект называется «Ассоль. Путешествие без границ». Он создан для людей с нарушением слуха. Так как многие глухие не имеют возможности путешествовать из-за языковых барьеров. И мой проект нацелен на то, чтобы стереть границы между миром глухих и слышащих. Гузалия Хазырова стала одним из победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект». Вместе с ней награду взяли еще 22 человека по шести направлениям в сфере здравоохранения, образования, культуры, цифровой экономики, экологии, производительности труда и поддержки занятости. Торжественному событию предшествовало три месяца интенсивного обучения, которое проходило в компании Уфанет. «Здесь мы нашли очень много полезных соприкосновений с другими предпринимателями, во-первых, и получили новые инструменты. Например, мы у себя внедрили новый отчет, оцифровали еще именно финансовую сторону, то есть поняли, где у нас еще деньги утекают, где как можно сэкономить, и сократили еще расходы благодаря акселератору». «Я предприниматель со стажем, но вела бизнес все-таки по интуиции. И сейчас, после прохождения, у меня есть знание, что нужно все-таки считать деньги. Но и дело не только в финансах. Я получила очень много знакомств. И это мне дало такой большой толчок в моем бизнесе, потому что, когда ты находишься в кругу таких же деятельных людей, таких же предпринимателей, тебе хочется так же развиваться, так же расти». «Огромное количество возможностей. То есть огромное количество нелетворенных потребностей вокруг. Вот когда мы едем в Европу, там все упаковано, там все формализовано. У нас такого нет. У нас большинство людей не обладает опытом ведения бизнеса. Время жизни бизнеса у нас совсем недолго. И, в принципе, возможностей для развития огромное количество. Но мне кажется, глупо не пользоваться этими возможностями. Наша задача научиться, а моя задача научить поделиться опытом и воспользоваться для процветания и себя, и экономики». «Чем больше будет предпринимателей, чем интереснее, насыщеннее, богаче, красивее будет жизнь у нас в России. Вот я вот с ними беседовал, я это понял. С другой стороны, я вижу, насколько они неопытные, мало знают. Но это вот в этом смысле тогда долг не только мой, а всех предпринимателей, кто опытный, руководителей, менеджеров, учить, делиться опытом, помогать. Потому что насколько вот это будет атмосфера сотрудничества, настолько хорошо у нас будет развиваться предпринимательство». Участники акселератора социальных проектов смогли получить ценные знания от ведущих специалистов в области управления и бизнеса. Спикеры помогли предпринимателям доработать свои кейсы. Некоторые из них можно было увидеть на финальной презентации. «Актуальность проекта заключается в том, что в мире только за 2018 год выявлено более 18 миллионов случаев рака. Зачастую состояние пациентов с онкологией ухудшается не за счет метастаза, а за счет интоксикации организма. В этом случае хлорофилл нормализует состав крови и приостановит движение болезни». «Сама я и моя семья, мы приверженницы здорового питания, здорового образа жизни и всегда думали, чем можно себя подпитать. То есть, чтобы это было полезно и не вредно одновременно и вкусно. И вот сейчас мы занимаемся такой деятельностью, как производим проростки и производим сок Витграс. Это особенная наша гордость. Это сок из зеленых росков пшеницы. 30 миллилитров этого сока – это дневная норма всех витаминов и микроэлементов. И мне очень хочется, чтобы про наш продукт знали очень много людей». Стоит отметить, что все проекты в первую очередь направлены на улучшение жизни людей всех слоев населения и должны помочь решить многие социальные проблемы. «Необыкновенно добрые проекты, необыкновенно какие-то проникновенные люди. Этот бизнес подходит не всем, связан с большим количеством человеческих контактов, связан с большой эмпатией. Я бы сказала, как всегда, социальные предприниматели вдохновляют нас на то, чтобы мы все вместе изменяли мир к лучшему». По итогу победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект» смогут принять участие в федеральном этапе. Это поможет им рассказать о своем деле на всю Россию. Анастасия Ходик, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. Анастасия Ходик, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. Анастасия Ходик, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. Анастасия Ходик «Лучший социальный проект» Анастасия Ходик,achя sıца полит 가�ухавая hostessitz neveходит voters, родственников, городской телеканал ЮТВ. Анастасия Ходик, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. Анастасия Ходик, Александр Кузнец Великолёв съbased на soilенческие предприниматели, городской телеканал ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok